Приветствую, дорогая Церковь! И говорить сегодня с вами, рассуждать о молитве. Молитва — это, прежде всего, наверное, то средство, через которое мы с вами выражаем внутренность нашего сердца. Мы всегда говорим о том, что молитва — это есть разговор с Богом. И это разговор не как-то в пустоту или, если сравнить это с игрой, как игра в одни ворота. Это всегда есть какой-то диалог. И мы с вами учимся слышать голос Божий, слышать, что Бог говорит нам, полагает нам на разум, на сердце. Исходя из этого, у нас всегда стоит выбор быть послушными Богу, исполнить то, что Он говорит, то или иное повеление, ту или иную заповедь. Или каким-то другим еще образом Господь говорит нам через Слово Свое. И мы рассуждаем и принимаем то или иное решение. И вы знаете, в последнее время очень сильно духовный мир, который пытается, я не знаю, на что он надеется, но пытается каким-то образом атаковать церкви наши, атаковать наше духовное состояние, чтобы мы с вами перестали разговаривать с Богом. Я это очень четко, ясно чувствую в своем духе, и поэтому понимаю, почему рождается это Слово. Мы все с вами молимся, мы все с вами разговариваем с Богом, и, наверное, это то, что неотъемлемо у нас с вами. Но если вы посмотрите каждый на свою молитвенную жизнь, то я думаю, что мы будем с вами недовольны этой молитвенной жизнью. Потому что где-то ленимся, где-то нам тяжело, трудно, где-то не до конца понимаем Бога, Его волю. И как-то, вы знаете, появляется очень много других интересов, которые отвлекают нас от этого действия. И вы знаете, когда я сейчас молился и внутренне разговаривал с Богом, говорил, Господи, ну какие вот простые примеры показать бы, сказать, вот что же такое молитва. И вы знаете, я просто увидел в духе, внутри себя корабль, который просто стоит на берегу, но не имеет воды. И люди в этом корабле что-то делают, ходят, занимаются своей жизнью, но воды нету. И предназначение корабля, оно, вроде бы корабль есть, а никуда не плывет, стоит на месте. Потом, следующий, возникает такой образ внутри, что есть поезд, вроде бы есть локомотив, есть вагоны. А железная дорога вот закончилась перед ним, и все. И люди ходят туда-сюда, по вагонам что-то делают, а ехать никуда не могут. Следующий образ, который я просто увидел в духе, это самолет, который стоит на аэродроме, но не заправлен, но также полон людьми. Исходя из этого, я понимаю, что, дорогие мои, в нашей жизни может быть много, что Писание говорит, что Бог дал, но оно все-таки должно двигаться к какой-то цели определенной. И когда мы с вами говорим, что молитва – это разговор с Богом, то этот разговор со временем должен перерастать в глубокие отношения с Богом. Потому что мы все с вами можем друг с другом говорить, правда? Общаться. Но если мы хотим, чтобы любовь, доброта, какие-то особые были переживания, деятельность какая-то была совместная, даже если взять муж с женой, если они долгое время просто пребывают в квартире и не общаются, не разговаривают, не строят отношения, то в этой семье, скорее всего, наступают какие-то проблемы, недопонимания, вот, и это приводит к не очень хорошим последствиям. Так и в отношениях с Богом. Если мы говорим с Богом, но не строим с Ним отношения, то мы с вами что-то теряем в своей жизни. Поэтому каждая молитва, каждый разговор с Богом, он должен приобретать какую-то глубину внутри нас. И это должно быть ощутимо нами внутри, потому что молитва – это как вот эти полотна железнодорожные, по которому поезд идет. Это как та вода, которая не дает кораблю сесть на мель, и у корабля есть руль, есть двигатель, но если не будет воды, он не сможет никуда плыть, он не сможет достичь той цели, которую Бог ставит перед теми людьми, которые находятся на этом корабле. И вы знаете, я сегодня, говоря о молитве, хотел бы напомнить вам, что мы в молитве с вами переживаем, когда разговариваем с Богом. Ну, наверное, самое главное, что необходимо нам с вами ощущать – это покой и спокойствие. Когда ты можешь прийти, склонить свое сердце, свои колени и поговорить, и ты знаешь глубоко в своем духе, что Бог слышит тебя. И ты как-то успокаиваешься пред Богом. Также мы с вами в молитве черпаем радость. Мы радуемся радостью, которая дает нам какую-то внутреннюю жизнь. Вот эту полноценную жизнь, которую мы дальше передаем людям. Конечно, умиротворенность приходит во время молитвы, когда сердце наше полностью наполняется миром. И молитва наша, она бывает в разной направленности. Мы с вами, бывает, ходатайствуем за людей, молимся за свои дома, семьи, поклоняемся, прославляем Бога. Вот, ведем духовную борьбу в молитве. Вот, и во всех этих переживаниях мы с вами, если не ощущаем Божью поддержку, нам очень трудно и тяжело становится. Поэтому вот здесь вот нам необходимо, чтобы что-то внутри нас работало. Вы знаете, Господь в Священном Писании, Он дает нам вот это Слово, которое поддерживает нашу внутренность, которое дает нам силы, глубину, дает нам это желание молиться и стоять пред Господом. И я хотел бы, чтобы мы с вами открыли первое Тимофею, первое послание к Тимофею, вторая глава, с первого по седьмой стих. Первое Тимофею, вторая глава, с первого по седьмой стих. Есть текстописание, это то письмо, которое апостол Павел писал Тимофею, служителю Божьему. И Он давал ему наставление. И смотрите, вторая глава, с первого по седьмой стих говорит. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам же стиху и безмятежно, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю, нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников вере и истине. Апостол Павел говорит Тимофею, «Я хочу, чтобы ты, как служитель, как пастырь церкви, чтобы вы возносили и совершали молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». Речь идет непосредственно к служителю, чтобы служитель передал волю Божью, передал народу Божьему. И дальше перечисляется, за кого необходимо эти молитвы совершать. И третий стих говорит, «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Другими словами, апостол Павел объясняет Тимофею, для чего нужно молиться. Потому что если ты будешь молиться и следовать тому, что говорит Священное Писание, то Бог хочет отвечать на твои молитвы. Вы знаете, самое прекрасное и радостное состояние, когда ты начинаешь получать ответы на те молитвы, которые ты возносишь пред Богом. Ну, в нашей с вами жизни есть много молитв, которые, наверное, не отвечены. И мы приходим всегда в некое сомнение, а стоит или не стоит продолжать молиться. Я вам хочу сказать, стоит, потому что не все мы с вами видим и знаем все, что происходит в этом мире и в духовном мире. Но здесь четко и ясно апостол Павел дальше объясняет, почему хорошо молиться, и это угодно Спасителю. Другими словами, если мы с вами молимся, совершаем прошение, моление, благодарение за всех людей, верующих, неверующих, за царей, за тех, которые нас окружают, то нечто происходит в духовном мире. И вот здесь вот говорится о том, что, пятый стих, «Ибо един Бог, един и посредник между Богом». Другими словами, есть единство. Апостол Павел говорит о единстве Бога Отца и Бога Сына. Они едины в том, что они делают и совершают, и продолжают совершать на этой земле. И дальше говорится о том, что единство между человеком и Богом, то есть Иисусом Христом, оно также должно существовать. И Священное Писание говорит, что мы с вами куплены дорогою ценою. Мы не свои. Мы избраны Богом в Иисусе Христе для того, чтобы что делать? Исполнять волю Божью. Апостол Павел, он говорит и называет церковь свою, как? Тело Христово. То есть Иисус Христос является главой церкви. Мы с вами части этого тела. К чему я направляю эти слова? К тому, что когда-то, 2000 лет назад, Иисус Христос находился на этой земле. Он ходил, проповедовал, служил людям, исцелял, освобождал. Но пришло время, когда ему надо было умереть за всех нас. И он совершил это и соделал это. Он доказал любовь Отца ко всем людям. Но он избрал людей, которым дал называться как? Христиане. То есть мы сегодня с вами христиане от слова Христос. А Христос переводится и обозначает как помазанник. То есть мы с вами все люди, которых Бог избрал и помазал на определенное служение, чтобы нам с вами исполнять волю Божью. Мы сегодня Его тело на этой земле. Мы сегодня страдаем отчасти за грехи тех людей, которые нас окружают. Мы сегодня несем и проявляем Божью радость и Божье благословение к этим людям. Через нас сегодня приходит надежда людям, которые утопают во грехах. Вы согласны с этим? Мы сегодня свет, который светит во тьме для тех людей, которые нас с вами окружают. Возможно, у кого-то из вас неверующие родственники, муж, жена, дети. Не отчаивайтесь. Господь с вами. Господь хочет, чтобы вы продолжали молиться. Господь хочет, чтобы вы Его, как здесь написано, совершали моление и прошение. Не оставляйте это дело. Не оставляйте дело молиться за самих себя. Потому что это разговор, это движение вперед. Потому что жизнь христианина, жизнь человека, который помазан, это жизнь человека, которая находится в движении. Если же человек перестает двигаться вперед, двигаться в том направлении, которое Бог ему указывает, то что-то происходит с жизнью христианина. Он теряет силу. Он теряет какую-то, знаете, радость к жизни. И мы часто с вами слышим о том, что есть сила молитвы. Но я хотел бы перефразировать, чтобы нам более глубоко было понятно, что же такое сила молитвы. Скорее всего, это сила разговора. Когда мы с вами общаемся с Богом и общаемся доверительно, искренне, открыто, то, дорогие мои, это не может быть незамечено нашим сердцем. Бог всегда оставляет какой-то свой отпечаток, какое-то откровение помещает в наш сосуд. Что-то происходит внутри нас. Даже если это какое-то обличение или увещевание, это все равно помощь, это все равно забота о нашей душе. И она приходит, она дает нам силу, она дает нам по-другому посмотреть на то, что происходит в нашей жизни. Посмотреть на тех людей, которые нас окружают. Вы знаете, один человек сказал, что молитва с Богом – это приглашение Бога пройти или прожить эту жизнь на земле рядом с Богом и видеть все так, как видит Бог. Поэтому, если мы с вами оставляем молитву, если мы с вами перестаем разговаривать и строить отношения с Богом, то я вам хочу сказать, что много заменителей приходит в нашу жизнь. Мы с вами теряем и перестаем просто понимать, что есть воля Божья в нашей жизни. Но в Иисусе Христе мы же с вами уже посажены на небесах. Бог приготовил нам какое-то жилище. И наша задача – не просто дойти до того момента, когда Бог возьмет дыхание нашей жизни, а как написано в деяниях, что Давид, он послужил Божьему изволению и что? И почил. У каждого из нас с вами есть какое-то определенное Богом призвание. Есть план, который нам необходимо с вами не просто глубоко осознать, принять, но также и исполнить. Почему апостол Павел говорит, что дрожите временем, ибо что? Дни лукавы. Вы посмотрите, сколько сегодня вокруг нас развлечений. Я борюсь это в своих детях. Я говорю, иди главу прочитай Библии. Он говорит, можно мультик посмотрю? Я говорю, послушай, ты вырастешь, и этот мультик не даст тебе жизни. Иди почитай Слово. Мне приходится прилагать усилия, чтобы направлять их читать Слово Божье, чтобы как-то молиться, разговаривать, чтобы они учились это делать особлазнов, и много отвлечений сегодня в нашей жизни. И они отвлекают нас от самого главного. Смотрите, Евангелие от Иоанна. Давайте обратимся к словам Иисуса Христа. Что Он говорит здесь? Евангелие от Иоанна. 14 глава. С 12 по 14 стих. Смотрите слова Иисуса Христа. Истинно, истинно, говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит. И больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. И следующее место Писания, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 стих. Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. И 16 стих. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое. Он дал вам. Следующее место Писания, это Иоанна, 16 глава, 23-24 стих. В тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершена. Когда я читаю эти места Писания дома, то у меня всегда воздается вопрос. Господи, мы много раз с вами просим у Бога и не получаем ответа. И, вы знаете, всегда возникают эти вопросы. Но 15 глава, 7 стих. Иисус ставит условие и говорит. «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам». Молитва – это разговор с Богом. Но чтобы приходить пред Богом и с Ним разговаривать, надо знать, о чем говорить. Надо знать, что у Него просить. Надо знать, за что даже Бога поблагодарить. Вы знаете, люди неверующие, которые не знают Бога, если они пережили какую-то милость, ну, допустим, в аварии, машина вся разбилась, он остался жив. И этим людям очень часто тяжело поблагодарить Бога, потому что они не верят в Бога. Они не понимают, что милость Божья явилась к нам. Но когда мы с вами пребываем в Слове Божьем, когда это Слово пропитывает внутренность нашу, вы знаете, внутри нашего сердца что-то происходит, нам хочется просить по воле Его, нам хочется ходатайствовать за людей. Мы вдруг начинаем замечать то, что другого никогда не замечали страдания и переживания тех людей, которые нас с вами окружают. И это Слово, оно возбуждает нас правильно направлять свое сердце в молитве, потому что молитва, это прежде всего, это, ну, наверное, мы передаем через молитву все, что есть в нашем сердце. И было замечено уже, если человек ежедневно читает Слово Божье, заучивает стихи Писания наизусть, пребывает в Слове Божьем, то вы знаете, через какое-то время его молитва, она преображается. Эта молитва несет некое видение, некую мудрость, некое назидание всем тем, которые, возможно, на молитвенном служении находятся и слышат эту молитву. То есть человек начинает мыслить определенными категориями, он не пустой, его внутренность наполнена этим Словом. И он не просто приходит пред Богом и говорит какие-то слова, он даже знает, о чем нужно просить у Бога. И знает, на кого ссылаться. И, как правило, здесь мы с вами видим, что Иисус Христос говорит нас и побуждает нас, чтобы мы с вами совершали все молитвы во имя Его. Потому что, когда мы говорим во имя Иисуса Христа Господь благослови того или иного человека, или соверши то-то, или другое, или ходатайствуем, это не значит, что мы имя Иисуса Христа используем как заклинание. Это значит, что мы знаем, чье это имя. А имя Иисус и Иешуа обозначают Господь есть спасение. И вот как Павел говорит Тимофею о том, что Бог долготепит, желает, чтобы все люди спаслись, то сегодня мы с вами, как тело Христово, являемся участниками и теми людьми, которых Бог хочет использовать для того, чтобы мы несли радость другим людям, несли слово спасения своей жизнью, своими словами, поведением. И, вы знаете, очень нам тяжело приходится, когда необходимо это делать, иногда испытания, искушения приходят, но во всем этом мы с вами должны не терять связь с небом, молиться, искать Господа. Вы знаете, имя Божье, оно очень часто используется. Если мы с вами почитаем Деяние 4 глава, давайте откроем, я прочту. Как имя Божье использовалось апостолами, Деяние 4 глава 7 по 10 стих. И, поставив их посреди, спрашивали, какую силу или каким именем вы сделали это? Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, которого вы распили, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он пред вами здрав. А перед этим было, когда Петр, они заходили в храм, помните, человек был, сидел, который просил милостыню, и Петр сказал, серебра и золота нет у меня, но что есть, тем делюсь с тобой. И этот человек получил исцеление. Вы знаете, люди, и здесь мы с вами видим апостолы, которые использовали имя Божье, имя Иисуса Христа, они прежде всего имели авторитет в духовном мире. Они прежде всего не просто ходили и говорили какие-то заклинания. Нет, за этим стояли очень сильные глубокие отношения с Богом. Эти люди знали, куда идти, знали, что делать, знали, кому что говорить. А они получали некое водительство внутри своего духа. И порой даже спонтанно это происходило. Помните, Иисус Христос говорит, что когда поведут вас за имя Мое, помните, то не заботитесь о чем говорить, ибо Дух Святой будет говорить через вас. Мы порой, когда находимся в служении Богу, порой Бог через нас говорит, и мы свидетельствуем об этом, когда же какие-то желания вдруг, не думал, не гадал, но как-то вот какое-то доброе желание, на какой-то злой поступок, он как бы выскочил из моей жизни. Он как бы повлиял, мы как бы на зло начинаем отвечать чем-то добрым. И это приносит нам радость. Почему? Потому что раньше бы, когда были без Бога, то мы бы не ответили на зло добро, мы бы ответили прямо профессионально, наверное, на зло ответили бы зло. Но что-то происходит с годами, если мы с вами говорим с Богом, если мы питаемся Словом Божьим. И вы знаете, все больше и больше моя внутренность, я это ощущаю и вижу это, что Дух Святой к этому побуждает, что Бог все ближе и ближе хочет, чтобы мы с вами соприкасались с Иисусом Христом, чтобы имя Его было всегда у нас на устах, чтобы мы Его использовали, чтобы мы вкладывали глубокий смысл в это имя. Потому что, когда я говорю или молюсь за кого-то, люди подходят и говорят, давайте помолимся за исцеление. Я не врач, я не могу никого исцелить. Но что я могу сделать? Я могу направить всю свою веру через имя Иисуса Христа и походатайствовать, и попросить. И я говорю, во имя Иисуса Христа. Я понимаю, я трепещу в этот момент, потому что имя Божье звучит, потому что Бог будет совершать эту работу. И направляется тогда и сердце человека в ходатайстве, и ободрение приходит, потому что не от человека это происходит, но это сила Божья, которую Бог нам с вами дал. Поэтому здесь Иисус Христос говорит в Евангелии от Иоанна, «Все, чего не попросите у Отца во имя Мое, будет вам». Но есть условия. Мы должны с вами знать волю Божью, которая отображена в Священном Писании. Мы должны читать и изучать и исследовать. Апостол Павел Тимофею в этом же послании, которое мы читали прежде, он в 4 главе говорит, что «вникай в учение, вникай в себя и в учение, и занимайся этим что? Постоянно, дабы что? Себя спасти и слушающих Тебя». То есть не просто мы должны читать Слово, а тематически исследовать его. Господи, вот я молюсь к Тебе, но я хочу так Тебе угодить, чтобы Тебе была приятная моя молитва, как в Ветхом Завете, вы помните, было курение, фимиам. И состав этого курения, фимиама, он был определен Богом. Там были определенные части, определенных растений. «Не дай Бог, ты туда какую-то другую траву принесешь». Бог говорит, мне это не угодно. Это все прообраз того, что Бог говорит, что всякая молитва, а фимиам – это и есть прообраз молитвы. Был храм, была скиния, и там были воскурения, этот дым подымался, этот состав травяной, он тлел, он подымался пред Богом. И как часто в Ветхом Завете мы с вами читаем, что Бог обонял то запах жертвы, которая была принесена на жертвенники. Запах вот этого воскурения, ему было приятно. Но вопрос, Господи, почему тебе было приятно? Разве приятность приносил вот этот аромат растений, или как мясо жареное пахнет? Вот что тебя там пленяло? Пленяло одно – послушание людей. Потому что они все делали так, как Бог им говорил. Поэтому мы с вами, дорогие мои, молимся. Есть много людей вокруг нас, вы видите, религиозные, разные есть религии, они тоже молятся, они тоже разговаривают со своими богами. И много разговаривают со своими богами, и их боги очень часто им отвечают. Но Священное Писание говорит, что это бесы. Но если они это делают, и свою веру продолжают направлять своих молитвах, чтобы получать ответы от лже-богов, от бесов, то что происходит иногда с нами, когда мы вкусили, как благ Господь, и мы, не имея вот эту ревность, не имея вот эту жажду, мы не делаем то, что совесть порой, Бог говорит через нашу совесть. Я вам скажу одно. Но мы перестали углубленно питаться Словом, мы перестали его жевать, мы перестали Бога, волю Божью искать в Слове Божьем. Потому что только Слово, оно мотивирует нас на разговор с Богом. Понимаете? Если человек, он не пребывает в Слове, и он не разжевывает его, то ему и неинтересно с Богом говорить. Я смотрю порой на своих детей. Почему я первое, что говорю, читай Слово Божье. Я там ничего не понимаю. Я говорю, давай помолимся. Пусть Бог тебе откроет ум к разумению Писания. Глаза такие. Он не понимает. Но я как отец понимаю. И вы знаете, начинаю, 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 а потом становимся на молитву, и я вижу, молитва ребенка преображается. Он вдруг начинает молиться теми местами Писания, о которых мы читали. Если постоянно в учении Господнем воспитывать детей, то вы знаете, родители, спустя какое-то время, когда дети повзрослеют, вы будете в радости находиться. Потому что они будут молиться уже так, как Бог от них этого хочет. Поэтому мы, находясь, являясь детьми Божьими, Бог хочет нас с вами научить правильной молитве, правильному разговору. Как к нему обращаться? С какой целью к нему обращаться? И вы знаете, в Евангелии от Иоанна, вот то, что мы с вами читали, в 15 главе, 15 главе, 16 стих. Смотрите. Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вшли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое Он дал вам. Хорошее местописание. Ну, посмотрите. Если ты в чем-то сомневаешься, то здесь Иисус говорит, не ты меня избрал, а я тебя избрал. Пусть наша вера укрепится. Дальше говорится, и поставил вас. То есть Бог поставил тебя в определенное положение пред самим собою, чтобы ты мог слышать Его. И дальше Он говорит, есть цель того, что моего избрания, есть цель того, что я поставил тебя пред собою, чтобы вы шли и приносили плод. И не просто плод приносили, а чтобы плод ваш пребывал, и дальше говорится, дабы чего не попросили от Отца во имя Мое, Он дал вам. То есть Бог дает какую-то цель в нашей жизни. И ты четко, ясно ее понимаешь, у тебя не хватает сил, и ты обращаешься к Богу, и в итоге ты говоришь, Господи, наверное, у меня не получится. Но вы знаете, о чем меня, внутренность моя ободряется. Иногда неверующие люди по-своему молятся к Богу. И Бог к некоторым неверующим людям дает ответ. Но это не всегда так. Он дает ответ для того, чтобы они покаялись и обратились к Нему по-настоящему. У нас у всех, наверное, есть какое-то свидетельство, когда мы жили без Бога и как-то, может быть, к Богу обращались мысленно или словами. И Бог давал какое-то нам свидетельство, вел нас к Нему навстречу. Ну, к чему я это говорю? Люди неверующие, они не имеют Божьего обещания. А мы с вами имеем Божьи обещания. Бог нигде не обещал отвечать неверующим людям. Бог дал обещание отвечать людям, которые уверовали в Иисуса Христа. Он дал это обещание нам с вами. А Бог свое обещание сдерживает. Господи, но я молюсь во имя Твое и не получаю ответы. Значит, что-то происходит еще не то. Значит, возможно, не готов получить ответ. Знаете, мои дети, я все сравниваю с своими детьми, потому что я дитя пред Богом. Можно я помою посуду, потом гулять пойду? Я говорю, нет, сначала помой посуду. Нет, давай я помою посуду и пойду гулять. Я говорю, нет, сначала помоешь посуду, потом я тебе дам ответ. Вот как вы думаете, почему дети так делают? Потому что качество мытья посуды, вот если бы я ответил, оно было бы совсем другое. А когда я говорю, нет, ты сначала иди, прояви послушание мне, а потом получишь мой ответ. И вот когда ребенок моет, он думает, слушай, не дай Бог, я что-то сделаю тут вот не так. Угроза, я на улицу могу не пойти. Или время закончится. Вы знаете, вот из жизни, оно такое детское. Иногда Бог так делает. Мы приходим, молимся во имя, и вдруг Бог дает какой-то ответ, говорит, послушай, иди, примирись с тем-то, с тем-то. Или иди, сначала сделай вот это, вот это. Иди, поговори с женой, или жена поговорит с мужем. Мы говорим, Господи, я же не об этом тебя прошу. И Бог дальше молчит. Иди и исполни то, что я тебе говорю. Потому что, когда мы проявляем послушание, нечто происходит, приходит внутренность наша в какое-то глубокое, более глубокое понимание того, что Бог хочет от нас с вами. И смотрите, если Бог нас избрал, если Он нас поставил, четкая есть воля Божья для тебя и для меня, Он тебя избрал, Он тебя поставил, и есть цель для того, чтобы ты плод приносил. А теперь посмотрите в своей жизни. Есть ли в вашей жизни плод? Ну, хоть какой-то. Ну, есть или нет? Есть. Но вам бы хотелось большего. И не только, чтобы большего, чтобы эти плоды, они что? Они пребывали в нашей жизни. Чтобы, знаете, вот как дерево распускается, да, вот у тех, у кого сад, они знают, когда то дерево, которое сам посадил, оно выросло, распустилось. Червячки его не заточили, оно донесло, полностью плоды, они созрели. Как приятно видеть. Дерево, которое ты посадил, и дерево, с которого ты все это снимаешь, складываешь, и, возможно, у тебя внуки, и ты вот этот процесс внутри себя чувствуешь. Ты когда-то садил, что-то думал, что-то мыслил, на что-то надеялся, и вот оно осуществилось. Ты берешь эти яблоки, эти сливы, или еще что-то, то, что ты садил, то, куда ты уделял часть своей души, и относишь дальше своим детям и внукам. Согласитесь, приятно. Ты видишь, что это непросто, это когда-то ты что-то посеял, и вот это дает плод. А у другого этого нету. Почему? Потому что гулял, веселился, туда-сюда, и нету. И, как правило, такие люди начинают впадать в некую зависть. И вот смотрите, говоря о молитве, говоря о молитве, второе, о чем я хотел бы сказать, что наша с вами молитва, она должна совершаться во имя Иисуса Христа. Мы должны полностью вкладывать и понимать, почему мы используем имя Иисуса Христа. Потому что Он нас избрал, поставил. И у Него есть цель для нас с вами принести плод, и чтобы этот плод пребывал. Второе, это то, что наша молитва с вами, она должна быть с верой. И давайте откроем Матфея 6 глава. В Ангелии от Матфея 6 главу с вами откроем и прочтем. Матфея 6 глава с 5 стиха. С 5 стиха и ниже по 8. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори в дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне и отец твою видящий тайное воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословия своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Аминь. Смотрите, 8 стих говорит, не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Господи, если ты знаешь, о чем я буду просить, зачем же мне просить? Ну, смысл? Ну, если ты все знаешь совершенно, зачем мне тратить силы и у тебя что-то просить? Ну, вы знаете, вот здесь вот элемент построения отношений с Богом. Прежде говорится, что есть язычники, которые в многословии, молясь своим Богам, а возможно нашему Богу, святому Богу, нося какую-то религиозную маску, они в многословии хотят, чтобы Бог их услышал, то есть как-то сманипулировать, как-то повлиять на Бога, то Бог говорит, не будьте многословны. И прежде говорится о том, что есть что? Тайная комната, в которую тебе необходимо входить. И в этой тайной комнате кроме тебя самого, твоего я и Бога никого нету. А прежде говорится о ком? Пятый стих. И когда молишься, не будь как лицемер. Кто такой лицемер? Антоним лицемерия это неискренность. То есть лицемер это человек, который строит свою жизнь не на искренности, он неискренен. Не пред Богом, не пред людьми. И оказывается, лицемеры также умеют красиво молиться. Не знаю, зачем это им нужно, зачем это нужно. И вот смотрите, Иисус предупреждает, говорит, не будьте как лицемеры, которые любят, у них даже любовь есть особая, приходить в синагогу, на углах улиц, то есть на перекресток выходить и там молиться. Для чего? Чтобы показаться пред людьми. то есть здесь подчеркивается, что подчеркивается то, что люди, которые живут в лицемерии, то есть неискренности, они также молятся и они ищут, где бы найти места, где бы помолиться, чтобы люди их увидели. Им это необходимо, это им нужно просто. С какой целью? Потому что эти люди, они не знают Бога и они зависят от общества, они зависят от мнения других людей. Вы слышите? Поэтому Иисус здесь говорит, не научись лицемерию, живя на этой земле, а постарайся, чтобы прежде, первично твоя молитвенная жизнь, вот мой с тобой диалог, он был закрыт от ушей человеческих. С какой целью? Чтобы ты когда откроешь свои уста, описание говорит, что от избытка сердца, говорят уста, и начнешь плакаться мне, начнешь жаловаться мне, начнешь просить, умолять и признавать свое бессилие, то в этот момент твое я, ты сам себя будешь слышать. Но тут же также написано, что прежде прошения Бог уже что? Он знает все, что ты будешь просить. Богу не надо в молитве напоминать, Он ничего не забывает, Богу не надо в молитве давать какие-то инструкции, но прежде всего молитва, она необходима нам с вами, дорогие мои, чтобы мы могли слышать самих себя как бы со стороны и прежде всего первично в тайной комнате. Вы слышите меня? Вот там, где мы можем излиться, полностью обнажиться, я имею ввиду душою своею, поплакаться. Почему сегодня многие люди, они нуждаются в психиатрах и психологах? Потому что они не приходят к Богу. В идеале тот человек, который приходит и имеет общение в тайной комнате, у него есть заветные отношения, интимные отношения с Богом, он все рассказывает Богу, все свои чувства, все свои переживания, он все это говорит Богу, вы знаете, Бог всегда отвечает, он его утешает, он ободряет его, он поддерживает его, возможно, обидчиком рот закрывает, или еще как-то, это не сокрыто от человека, этот человек, он искренний, Писание говорит, с искренним я поступаю как? Искренне, а с лукавым? По лукавству его. И вы знаете, Евангелие, Евангелие от Луки, 12 глава, давайте прочтем с вами, 12 глава, первый стих, посмотрите, «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. То есть Бог говорит нам, берегитесь лицемерие. Что я имею в виду? Не получив ответы от Бога, не допоняв Бога в своей жизни, мы с вами можем впустить вот эту закваску, приходить в Дом Божий, приходить на молитвенные служения с одной только целью выполнять букву закона. Бог этого не хочет. Он хочет, чтобы мы с вами жили и дышали им. И вы знаете, когда у тебя есть в твоей жизни тайная комната, и ты там с Богом решаешь все свои проблемы, все свои переживания, чувства все твои переживаются, и ты рассказываешь их Богу, то после этого, придя на молитвенное служение в церковь, а Писание говорит, что мы с вами, тело Христово, не должны оставлять собрание своего. Так? И для чего мы приходим на молитвенное служение? И вообще в церковь? Для того, чтобы поддержать, ободрить друг друга. Ибо у каждого у вас есть что? Псалом, откровение, еще какое-то действие. Но если ты слаб в своей молитвенной жизни, то ты будешь всегда приходить больным и израненным в Дом Божий. Это допускается в какой-то момент, в момент становления, в момент духовного роста. Потому что братья и сестры всегда тебя поддержат. Но это не постоянное состояние. Постоянное состояние ты должен привносить жизнь Господню, которая внутри тебя, которую ты получаешь в своей тайной комнате. Поэтому, вот когда есть, и это работает по Слову Божьему, наши молитвенные собрания, они наполняются. Поэтому, вы знаете, если кто-то сидит и у кого-то есть вот мысль какая-то, а вот этот человек, он проповедует, но не ходит на молитвенные собрания, я отвечу вам, подойдите ко мне после служения, я в кротости по Писанию дам вам отчет за свою молитвенную жизнь. Это для того, чтобы враг не мешал вам услышать истину. того, что говорит Священное Писание. Потому что, прежде всего, мы должны получать от Бога руководство, научить и привести свою молитвенную жизнь в порядок. И вы знаете, в этом во всем мы с вами учимся доверять Богу. Я веру рассматриваю в трех направлениях. Это доверие, уверенность и верность. Когда ты читаешь Слово Божье, соприкасаешься с Богом, внутри твоего духа и сердца возникает доверие Богу. После этого у тебя проявляется уверенность или дерзновение приходит. И вот в этой доверии и в этой уверенности с этим дерзновением ты начинаешь служить другим людям, ходатайствовать и молиться. И здесь уже необходимо хранить верность. потому что всякий верующий человек это прежде всего человек, который верно хранит волю Божью в своем сердце. Потому что мы с вами читали, что Бог нас избрал, Бог нас поставил, чтобы мы приносили плод и что плод наш пребывал. Если мы где-то теряем верность, то что-то происходит с нашими плодами. Они куда-то деваются и куда-то происходят. И самое главное, есть три врага нашей веры. Это лень. Когда ты все знаешь и понимаешь, но ленишься подняться и помолиться, поговорить, проявить эту веру. Второе, конечно же, это будет лицемерие, когда ты ходишь не искренне. Ты сам себя боишься. Люди, которые лицемеры, они боятся индивидуальной молитвы в тайной комнате. Знаете почему? Потому что Бог им четко ясно будет говорить. У всех у нас с вами, наверное, есть духовный опыт, когда, возможно, мы были в каком-то грехе. Пришли в церковь, но надо же идти в церковь. И вдруг нас кто-то зовет на молитвенное собрание, и до наших уш доходит о том, что там будут несколько сосудов. Вы, наверное, видели реакцию этих людей? Не, не, я не пойду. Иногда из-за чего? Иногда страх внутри. А вдруг Бог при всех скажет, что в моей жизни что-то не то. И Бог ищет иногда возможности проговорить к нам, потому что тайная комната закрыта. Понимаете? И это называется неискреннее хождение пред Богом. Это называется ходить уже в закваске фарисейской и саддукейской. Это лицемерие. И дальше, если с Богом такие отношения, дорогие мои, эти отношения проецируются и на людей, ты вольно-невольно будешь передавать то состояние, в котором ты пребываешь. Если ты неискренен с Богом, ты начинаешь эту неискренность проявлять по отношению к людям. Если ты искренен с Богом, ты любишь Бога, то ты то же самое будешь искренне ходить перед людьми и любить людей по-настоящему. Поэтому опасность вот этой закваски фарисейской, вот этого лицемерия, это просто нас с вами отодвинуть от общения с Богом, чтобы мы с вами не видели какие мы. Здесь тут же начинает расти гордость и надмение и наше я начинает расти, потому что молитвенная комната, она закрыта. Но одного момента человек может быть и в собрании и молиться, и горячо молиться, и везде молиться. Мы не видим сердца друг друга. Поэтому Писание говорит, мы не будем осуждать, мы не будем сейчас иметь, и я никого не имею, ни в коем случае никого не имею в виду в нашей церкви. Я имею в виду прежде всего, что в моем сердце появляется и я борюсь с этой закваской. Есть вот это, и мне приходится с этим бороться. Я знаю, что если вы люди искренние, вы тоже скажете, и у меня это иногда происходит, но это наш враг, это наша борьба с этим. И мы должны четко понимать и против кого мы с вами боремся. Поэтому дальше посмотрите, Бог, он в Евреям 11 глава 6 стих, он положил вот это состояние, и он сказал, чтобы всякий человек, который ищет Бога, Евреям 10 глава 6 стих, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Что значит верить Богу? Это значит, твоя личность, твоя личность во всем полагается на личность Святого Бога. Ты свою жизнь перед подчиняешь Богу. Ты свою личность, за которую ты ответственен, ты передаешь другой личности с большой буквы. И когда ты молишься, ты знаешь, каков ты, ты знаешь свою силу, ты знаешь свои способности, таланты, но когда ты в молитве, искренней молитве, гордость надмение, все твое я, оно умаляется, потому что в молитве ты начинаешь исповедовать Бога. Ты верой своей полностью доверяешься Богу. На что? Ты доверяешься Его мудрости, ты доверяешься Его ведению, ты доверяешься Его всезнанию, ты доверяешься Его силе, ты доверяешься Его любви, ты доверяешься Его пониманию всего и всех вопросов. Ты просто доверяешься, хотя внутри твоего сердца и разума ты можешь не видеть и не знать, Господи, а как? Но ты просто доверяешься, и ты благодаришь Его, ты славишь Его, что Бог тебя избрал и дал тебе возможность через Иисуса Христа приходить в молитве пред Ним и решать трудности и вопросы. И ты знаешь, как правило, мы с вами молимся, что Господь есть крепкая башня, что Он искупитель мой, когда нам трудно, мы говорим, Он жив, Он не оставил. Наша вера проявляется, а вера это прежде всего что-то глубоко внутри нас, она ожидает, она знает, что это обязательно случится и Бог обязательно даст ответ. И твоя вера это выражение того, как ты понимаешь Бога. Поэтому, когда ты читаешь Слово Божие, Его исследуешь. И я даю совет, братья и сестры, перед тем, как читать Слово, просите, чтобы Бог открывал вам ум к разумению Писания. Когда вы будете это делать, и я знаю, многие из вас это делают, вы увидите, Слово Божие по-другому будет влиять на вас. И тогда вы будете обогащаться познанием о Боге, будете в жизни ощущать Бога. И вам будет хотеться всегда исполнять Его волю, молиться за других, молиться за себя, за семьи. Потому что много у нас до сих пор переживаний и страхов за наших детей, внуков, родных, мужей и жен. А спасутся ли они? У меня родители неверующие до сих пор. И тоже, кажется, руки бы опустил. Но ты понимаешь, что если не будешь молиться, взывать, если не будешь благословлять, если не будешь доверять, не могу их обратить. Но я знаю, что Бог силен это сделать. И у нас у всех с вами есть то, за что нам необходимо молиться. Поэтому первое, наша молитва, дорогие, она должна быть всегда во имя Бога, во имя Иисуса Христа. Второе, наша молитва должна быть всегда с верой, с полным доверием Богу. И когда ты доверяешь Богу, приходит эта уверенность. И дальше ты верно начинаешь исполнять то, что Бог ложит и говорит в твое сердце. Вы согласны с этим? Поэтому я предлагаю вас, давайте мы с вами поднимемся, помолимся и попросим, чтобы Господь нас дальше вел, направлял и учил нас молиться.